это очень и награда не думаю что она пыталась сделать какой-либо выход или подбить пирамиду для уверенности такой удар и очень нужен попытка трех бортов перевести на угловую лизу но напомним что первой первую партию дмитрий белозеров после неудачного разбоя элины забил ския а вот и первый результативный разбой но во второй партии после позиционной игры да на первый взгляд кажется что позиции совершенно раскрыты близко стоящих шаров друг другу не так уж и много здесь очень важно сделать хороший выход или на будет играть с переводом с прокатом наверное все мы как бы живые люди мне кажется что вот в первом матче у нее был очень сильное волнение сейчас она то есть последние два дня например реально говорила что что-то ее так немножко потрясывает бывает что волнуешься до игры но как только первый удар совершить все встает на свои места и наступает спокойствие начинаешь показывать свою лучшую игру первая игра я думаю что для всех участников одинаково волнительно я не видел игроков которые совершенные говорить могут что не волнуются но на самом деле мы это знаем о том что волнение присутствует абсолютно у всех это телевизионный проект это телевизионная игра всем хочется выглядеть максимально хорошо в телевизионном на телевизионной картинке тем не менее или на сейчас достаточно хладнокровно разбирает разбирает позицию и сейчас я остался забить один шар и для этого есть у нее прекрасный чужой в середину выход уже делать необязательно никаких особых эмоций нельзя прочитать по элине уверен что она максимально сосредоточена катить прямого либо полупрямого шара шара уж простят нас телезрители за вот эту орфоэпическую неграмотность а у дмитрий белозиров как раз этот элемент является слабым шара борта есть такое да потрясающий свой дальний он может говорить о том что или на не то что успокоилась а может быть даже какой-то получает сейчас удовольствие даже так спортсмену как дмитрий белозерова хорошие что она играла сейчас в 2 лузы чтобы максимально упростить себе дальнейшую игру но получился красивые уверенно любители бильярдов левая рука все сейчас абсолютно получается у элины и прекрасно такой выход учитывая что я не последний шар у нее всего лишь 6 ей нужно продумать каким образом она будет заканчивать эту партию нет и в этой партии но у хладнокровия элины просто поражает казалось бы только что он проглядывает да подкат на тихом ударе очень строгая луза но или на точно точно обеспечивает себе продолжение но наверное никакой опять же как планировала свой туда же разве или на именно этот вариант выбирает в основном спортсмены строить свою серию через чужие шары свояки это чаще для подбоя пирамиды не было так да совершенно верно да вот такую парочку себе открыла бдительность судьи заслуживает уважения подмечает такие вещи ну для элины это очень хороший шанс плюс великолепно исполнила элемента которым мы уже говорили садка на тихом ударе таскать ну загадывать сложно попадает в резку она чуть больше чем хотела и шар от этого уже стоит не так близко в клубе семерочку все-таки можно еще оторвать безусловно оторвать можно но здесь необходимо уже но все остальное все остальное мы будем смотреть комментировать болеть и переживать да сейчас практически все наши знакомые все наши друзья и посетители клуба в котором тренируется или на все сейчас примкнули к экранам переживают болеют как важно сейчас или не показывать хороший уровень бильярда во-первых девушка во вторых принципе ли на еще ребенок и еще не исполнилось даже 18 лет ты сейчас безусловно бильярд становится очень популярным видом спорта потрясающе играет но казалось бы кто не дрогнет после такого натиска от белозерова нужно нужно сейчас 8 собрать с киа или не чтобы немножко так вернуться в игру это вот вот эти качества которые закаляет бильярдный спорт это воля к победе помимо всего того о чем мы часто говорили о том что бильярд конечно сильно развивает концентрацию сосредоточенность потому что те навыки которые приобретаются путем игры но не просто игры а именно правильно поставленной тренировочной программы то есть это специализированных школах там где тренируют именно профессионалов спорт школы очень весьма сказывается положительно но во всех аспектах в учебе и в учебе и в жизни шарик остается найти здесь или не пока дмитрий белозеров еще никому не позволял забивать забирать у него больше двух партий матч не заканчивается забивает есть контакт вот это воля к победе то о чем как раз вот мы и говорили мозг все время работает рассчитывается измеряет углы резку размер удара с подбоем пирамиды остатков пирамиды очень важно сейчас с появлением какого-то модража и когда появляется дрожь в руках игроки конечно предпочтение отдают просто такой же железобетонной кладки без каких-либо выходов но или старается упростить себе позицию не зря накручивала удлинить не самая удобная сторона сейчас для спортсмены играющего в основном правой рукой но для этого как раз в тренировочной программе присутствуют упражнения для левой руки один раз наверное лет пять назад ну что легко закончат и 4 алексея интрига то у нас сохраняется жива то есть если мы шаги ли мне кому скажем больше пятидесяти процентов вероятность каждого слоя наверно вот это тоже левых смотри второй рукой молодец оба игрока владеют обеими руками отлично вот сейчас четко было да право и верхнее вращение шага немножко по дуге с винтом прямо туда понимание дарься войне а красиво тогда ряда почему вот новые комплекты шаров имеют шар желтый шар с красными точками чтобы четко было вот эти все винты видны но с красавище своих опускают да это очень сложный свой разбивает очень важный элемент в американку свободный период очень важный элемент вот спрашивала с нервами это показатель кстати психологическая устойчивость так а чужой нарезки такой рабочий рабочий шар от ухты вот это выстрел вот это выстрел убило без выходов но американка это его называют мобильярных и жарусь за какой вариант они выбирают все честно говоря же слышишь шар но это но это да еще и с подбором но это вообще пять баллов как говорят много сукна вот такие шар вера сукна много ну то есть длинная дистанция естественно когда на коротком дистанции небольшая погрешность она не сказывается чем дистанция длиннее тем больше сказывается погрешность удар а ух ты четко но сейчас бы к велос быка за боковичком играла с выходом играла на продолжение нет сваячки сваячки стоят сваяков и лина играет хорошо конечно приятная ситуация что играть надо ну хотя шар то рабочий почему нет в поединке шесть под шара приходится играть отлично молодец справилась с нервами лина и ну а где подарок где подарок нет подарка ну еще своя кстати такой же стоит вот такое ощущение что да ой молодец и теперь как раз вот не знаю правда вот так я надо понимать что судья за 10 секунд говорит фразу время то есть его игрока остается 10 секунд чтобы нанести удар и получается такой немножко цветнот в результате которого можно браку ну удар нанести с брачком 45 это многовато 25 маловато а вот 35 это не то что надо будет подбой куча нет не попала а хотела извиняюсь это называем пирамиду кучей ну вот опять же белярный слен очень достойные игроки во вторых вот это наш любимый в кавычках коронавирус он немножко конечно сбил наши планы состав игроков изначально должен был быть немножко другой вот ну получилось как получилось я считаю что получилось очень хорошо красиво играть тем более вот встречи между мужчиной и женщина всегда немножко вызывает споры повышенной а ее 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 ну вот сказать что там проблемки со столом но вот так получилось ну-ка 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 лег шар на борт или лег если вот сыграла или на но есть и шар плотно на борту толка что же за 50 шар не плотно лежит на борту то свой вполне играется нет шар не плотно лежит вот здесь за пару миллиметров поэтому должна ли на такого за без забить есть 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 4 3 о них сначала играет группами и потом уже только олимпийка то есть они все время с группы начинают это может быть более правильно молодец или на молодец ну вот я хочу сказать сейчас конечно психологически преимущество ее стороне она вытащила очень нужную партию сейчас забила с разбоя я к тому что нет кучи подставок я заметил что дмитрий белозеров листочки разбивает то есть такой тонкий угол и бьет чуть нижнего винта видим даю чтобы шар отскочил отличный выход кстати шикарный расчет вот это ли на в этой партии ну и надо дело нашла чужие ну да весь вопрос будет ли вы с выходом играть или просто выходом шикарный удар конечно почувствовал что это может быть перелом конечно конечно две таких партии до обидных проиграла в последнем сейчас интерес ситуации у меня есть приятели которые скажем делают ставки между собой на матче вот и большинство как бы ставок за артема причем с коэффициентом нам где-то 1 и 5 но кстати наверное неплохо если букмекеры придут бильярд это тоже поддержкой кто-то из букмекер может и спонсором стать все может быть у снукера кстати же букмекер спонсор насколько я помню естественно вот как он поскольку бильярд немножко в норку просто отлично отлично ну дай бог посмотрим но я хочу сказать что если ближайшие года два русский бильярд не пробьется на телевидении потом будет тяжело конечно все таки нелегкие времена сейчас финансовые наступили уже счастье вот это счастье то есть это был не запланированный выходу приблизительно понятно шар шел туда на что он именно в эту точку станет конечно ли она не могла знать так шикарно ну что сравнялись все-таки зрителю многие игроки критикуют федерацию как раз за то что она идет дождались дождались с тещей не просто играть надо уметь играть что куда это уже только игрок решает он оптимальный вариант выбирает а вот сюда в угол перевести очень неплохо очень неплохо ошибся артем не выдержала душа поэта да я к тому что вот если бы весь матч так баня отыгрывать мы бы на сами посмотреть вот а тут вот пошла атака прошла атака и есть выход в середину выход есть но такой без особого продолжения то есть на мягком катить очень очень опасно вот она сильно мне понятно куда выход сделать сейчас почему нижним шаром на сильно например сыграть чужого и попробовать посмотрим а и на тихом играет или на естественно так но все таки в середине мне кажется вы отыгрывается угол то очень большой тем более в эту середину застрял шар у артема но мы просто какие-то фантастические удары сегодня видим это лучше просто фантастическое точно еще и неизвестно чем это закончится но у или на есть шанс но или на но или на ну молодец какое же напряжение сейчас какое напряжение ой 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 так еще не просто сыграла сыграла с выходом кто она такая вообще фантастик должны быть чтобы железные железные не решится на этот удар из вот это тоже ушах на он поселок в одну губку потом во вторую губку так такой удар очень непростой молодец ну ну просто фантастическую игру мы видим фантастические шары забивают или например промашена сейчас и все это возможно последний удар поэтому максимальная концентрация максимальная собранность ну что есть свояк да или у вас же свояк вот видно сейчас да по дуге как шар завинтился то есть сильный мощный верхний винт так левое верхнее вращение главное не зажать руку свободный длинный удар есть 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 ну и вот похоже все подождите-ка да не грегов да но должна или на забить шар очень для нее просто элемент молодец молодец или на ну фантастический матч мы видели грандиозен все-таки правильно поставленная техника творит чудеса в русском бильярде и наверное это является одним из самых важных элементов в построении тренировочного процесса насколько хорошая техника у и какие она и дает возможности просто безграничные причем мы смотрим как это все легко а на самом деле на скокус он это же месяц и годы иногда то первое некоторые элементы надо будет тренировать да какой то удар может быть там где-то месяц а некоторые удары надо не один год потратить надо понимать что на тренировке ты будешь без волнения свободно ты еще волнение присутствует надо вместе справиться и она конечно молодец ну и не надо дать должное мы видим как она справляется с волнением нужные моменты забивает ну что с чужой да будет прокат да немножко понятно неужели диана не увидела вот эту возможность сейчас для или как раз с накатом по моему стоит прокат вперед нас не понимаю насколько прямые это не подкат такой плотненький удар и мягкий подкат очень сложный элемент но есть вот тренировать для это просто идеально пирамиды либо свой либо не каждый джетельмен проявляет так дотянется очень сложно даже ни в коем случае нельзя задеть рядом стоящих шаров нет можешь подбить остатки пирамиды с этого удара нет посмотрим посмотрим как по траектории пойдет шар так сложно если честно право ментом видимо надо поджать да задевает чуть-чуть волосом задевает это хватает чтобы один шар откололся и встал на игру мне кажется потихоньку приходит в себя или на после небольшого шока который она испытала при счете 3-0 я не думаю что это какой-то большой шок то есть мы же все-таки смотрим но 3-0 неприятно но в любом случае элина она не раз доказывала что какие-то большие разрывы это совершенно не проблема и тем более что в первых трех партиях не так много шансов было да просто осознавать что счет 3-0 до 6 побед ну что такая уже очень большой разрыв это все равно давит так или иначе я думаю что настолько уже большой игровой опыт как у элины так и у диана не справляться не знают алгоритмы как мыслить в той или иной ситуации а вот сейчас распространенная я думаю случайный шар в простонародье дурак да да но часто так бывает что центр не забивает споры постоянно игроки требуют отменить дураков да я конечно понимаю что дурак прекращивает я при а если это контровая партия вот конечно я понимаю это получилось это это Продолжение следует...